Привет, народ! С вами Фенаргот, и этот небольшой подкаст посвящен свежим новостям о профессиональной сцене Доты. Как вы знаете, про сцена не стоит на месте, и Valve периодически меняют ее. Все-таки Дота в каком-то смысле родоначальник киберспорта, и следовательно, должен двигать прогресс в плане развития лиг. Когда-то это были просто интернешналы, но в 2015 году все изменилось. Появились мейджоры, если вы не помните. Собственно, первый мейджор того сезона я и посетил. Он был во Франкфурте, и я вот сегодня пересматривал видео, у меня прямо слезы появились на глазах. Ведь я присутствовал при первом триумфе команды OG. Можете, кстати, найти ролики на моем канале. Это была моя первая вылазка вообще на какое-либо Дота мероприятие. Собственно, в следующем году Valve изменила немножко систему мейджоров, стало меньше. А вот в 2017 году ввели DPC систему. Она вам всем знакома. Заключается она в том, что есть миноры и мейджоры. Ну и, собственно, команды борются за очки, благодаря которым могут потом попасть на интернешнл. Ну, понятно, помимо, собственно, отборочных на Инд. Эту систему также меняли в плане количества турниров, количества очков, которые получает команда и так далее. Но вот сейчас все должно кардинально измениться. Об этом сообщил портал LiquidDota. Согласно их данным, профессиональные команды, а именно главные представители, были сконтактированы с Valve в Сетле и, собственно, обсудили новую систему проведения турниров по Доте. Понятно, что остается интернешнл. Но что будет до него, все изменяется. Во-первых, мейджоров теперь будет не пять, а три. И миноров вообще больше не будет. Зато будут введены региональные лиги. Собственно, скорее всего, все шесть регионов, которые были до этого, они и останутся. Ну, это понятно. Южная Америка, Северная Америка, Китай, Юго-Восточная Азия, Европа и СНГ. И будут введены две лиги. Собственно, те, кто смотрят футбол, им это будет очень знакомо и понятно. Но я сейчас постараюсь быстренько объяснить. Команды будут вступать в лиги. Их всего две. Чтобы попасть во вторую лигу, нужно пройти отборочные, открытые. Попадая в лигу, команды соревнуются друг с другом. Пока непонятно в каком формате. Собственно, лучшие команды по результатам лиги проходят в следующую, в первую. Худшие команды вылетают из лиги. То же самое с первой лигой. Когда вы в нее попадаете, в случае, если вы занимаете последние два места, вы вылетаете во вторую лигу. Если вы занимаете первые места, собственно, вы квалифицируетесь на International. Ну и мейджоры, понятно. С новостью на этом будут как-то получаться DPC очки. Пока точно неизвестно как. Но, в общем, примерно система будет таковой. В чем плюсы главные? Во-первых, если, к примеру, команда решила из региона А перейти в регион Б, она не может просто взять, там, попытаться, у нее не получилось, и потом вернуться в регион А. В случае, если команда выходит из региона А, она теряет все преимущества, которые были там заработаны. К примеру, команда была в первой лиге, решила попробовать в другом регионе, там не получилось, решила вернуться, нет. Если хотите вернуться в предыдущую лигу, точнее, в предыдущий регион, опять проходите отборочный, чтобы попасть во вторую лигу. Играйте во второй лиге, чтобы попасть в первую лигу и так далее. Ну и плюс, как я уже когда-то говорил, Valve стремятся сделать экосистему, похожую на современный спорт. Я уже говорил про футбол, и эта система очень хорошо работает. То есть, мейджоры это теперь больше, как можно сказать, лига чемпионов, да, в каком-то смысле. Ну или такие региональные турниры. А вот International самый главный турнир года. Ну или да, можно сказать, что International скорее лига чемпионов, а мейджоры это такие предыдущие турниры, которые помогают командам собраться и выявить прямо лучших. Собственно, также данная система поможет тир 2 и тир 3 командам, наконец-то, не тусоваться в своем болотце, так сказать, участвуя в минорах, которые мало кто смотрит. Потому что, если вы сравните просмотры, действительно миноры мало кому интересны. И у команд будет больше шансов подняться выше. Собственно, скорее всего, со всеми этими изменениями последуют изменения касательно состава команд. Там нельзя будет определенным образом, наверное, выгонять игроков, брать новых и прочее, прочее, прочее. В общем, нас ждут прямо грандиозные изменения. Они будут, собственно, внедрены после 2020 International. Ну и понятно, что, скорее всего, это уже анонсируют скоро, раз вот информацию так открыто опубликовал портал LiquidDota. Я не думаю, что Valve будут прямо темнить и задерживаться. Скорее всего, уже в ближайшее время это все появится. Я думаю, вам это было интересно. Вы можете ознакомиться с данным текстом на официальном сайте LiquidDota. Ссылочка есть в описании. Ну и обязательно высказывайте свое мнение в комментариях к данному ролику. Не забывайте лайки, подписки. И уже на днях начнется суперкрутой розыгрыш с видеокартой. С вами был Фенаргот и до скорых встреч.